привет мальчики девочки дамы и господа наша парфюмерная дружина посылочка от арома бутик все скидочки выгодные в описании и будем распечатывать пока я распечатаю по бомблю слегка ребят что-то с ценами просто невероятное творится не только на арома бутика вообще во всех интернет-магазинах с ценами на dior на шанель и на степану берлюка в том числе что вообще как-то странно приклеен этот скотч не от всего сердца то есть курс вроде рубля более высокий в этом году у нас был и ой слушайте я уже чувствую что тут что-то не то тут что-то совсем по ходу не то ой ну когда же это закончится все мне по ходу прислали тестер под видом или нет а нет нет слава богу но это вот такая упаковка но я не знал что такая это упаковка белого цвета мне казалось что черная должна быть впервые вообще вижу стефановскую упаковку в белом цвете я думал что тестер думал что придется скандалить а нет вот такое вот оно короче с ценниками на dior и шанель несмотря на то что рубль вроде по отношению к доллару евро подрос почему-то на вышеозначенные бренды ценники совершенно какие-то в евро получается неадекватные например вот данный парфюм стоит 195 евро на официальном сайте степану берлюка на тот момент когда я покупал его он стоил 22 там с чем-то 23 короче тысячи и это по курсу это получается ну наверное евро 300 как минимум да то есть полтора раза дороже с какого перепугу я не понимаю то же самое с dior и шанель потом вот этот скачок декабрьские декабрь 2022 я снимаю ролик скачок декабрьский доллара он стал стоить вообще 25 тысяч это 350 уже наверное евро ближе там плюс минус потом немножко снизился сейчас 23 24 тысячи и это ну и это очень странно это знаете вот как история про бензин цены значит на нефть падают а бензин почему-то растет потом цены на бензин повышаю на нефть повышается а бензин все равно растет очень то есть как можно ориентироваться на официальный курс евро или доллара когда аромат стоит минимум полтора раза дороже у нас в россии нежели на официальном сайте мне эта арифметика непонятно но я просто понял что дешевле его купить вряд ли получится это танцы с бубнами это просить европейских дружинников чтобы они купили с официального сайта там делали эту покупку ждали доставки к себе допустим да потом мне переотправляли ну или какие-то эти сайты посредники короче я я психанул и купил и давайте уже распечатывать но беспредел с ценами никуда его не деть причем это не со всеми брендами ребят некоторые вот допустим у меня не так давно был обзор убеган уже royal в духах вот он на официальном сайте стоит 450 евро вот а у нас он стоит ну тысяч 20 рублей то есть ну типа менее 300 до евро получается то есть все нормально можно купить именно если в евро переводить то можно купить дешевле многие бренды но только не диор не шанель и не стефан но психанул ну блин на новый год так хотелось ребят дело в том что данный парфюм я очень давно его хотел себе в коллекцию и какое-то время его в продаже вообще не было и и и непонятно что вот с импортом с таким вот будет до серым классическим скажем да в интернет магазины в наши в российские я подумал пока появился надо брать куда деваться а кстати тут еще куча пробников мне пришла но не то чтобы куча но смотрите м с хоть он у меня есть полном флаконе но чё из того что было это очень хороший выбор конце концов его уже можно будет кому-нибудь подарить всегда хороший подарок пробники пробником тоже рознь atkinsons это tulip ну ах у меня уже не первый такой ну пусть будет опять же и dolce gabbana velvet incense тоже уже такой есть но пусть будет выбрал самое приемлемое для себя и что 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 давайте посмотрим презентацию ну кстати беленькое оформление она конечно очень очень красивая блины флакон флакон такой вот шикардосный сверкающий давайте нотки наверное вам зачитаю сначала сейчас опять будет окей google разблокируйся ой он сразу же среагировал окей google нет не окей да господи он меня слушает просто и все пытается найти что я говорю результаты поиска целое предложение моё зафиксировал и поиск задал стефаном берлюка mortal skin короче выпущен в 2015 году для мужчин и женщин как водится и нотки у него очень ну тут тут прям очень богато все получается парфюмер стефаном берлюка верхние чернила ежевика ладан и лабданум средние мира апанакс ирис кардамон и артемизия базовая стеракс листь ну да стеракс наверное серая амбра атласки кедр обычный кедр какой-то береза сандал и мускус на удивление прям такой развесистый развесит такая пирамида ну что про него какое у меня мнение заочное такое что это нечто нечто может быть перекликающийся с парфюмом от стефана 777 от него же который 2022 женерасьон 2022 обзор которого у меня был не так давно на канале то есть что-то ягодное такое там была смородина и уд кстати а здесь уд не указано что-то смолы плюс ягоды именно не фрукты а ягоды здесь ежевика и вот ну должно какое-то ощущение возникать прикосновение к вот этой вот холодной притягательной блестящей чешуйчатой красивой такой смертельно опасно красивой вот этой кожи змеи то есть с одной стороны что-то такое вот притягательное с другой стороны это ядовитое и давайте 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 флакончик блин флакончик один из самых красивейших у стефана то есть они все одной формы они у них у всех одной формы крышка но здесь вот эта пластина вот эта морда змеи и крышка конечно видите даже вот чешуйки как будто отходят такая красоте не знаю не знаю насколько я крышка кстати тяжелая такая увесистая не знаю в итоге приглянется он мне или нет я надеюсь что да потому что люблю стефановские творения все слепую как всегда приобреталась и холостой пшик холостой пшик чуть-чуть такой это о ой все мега огромный пшик первый вдох одеколонистость ну это понятно что спирт чувствую спирт я понимаю что спирт еще не испарился поэтому но спирт вот не не как жидкость который испаряется с руки а алкогольность какую-то не знаю может быть показалось остренький такой действительно что-то такое ягодное для меня почему-то чувствуется химозность некая я не такой день заполошный поэтому могу не совсем адекватно воспринимать нотки ну ягодность смоленистая ягодность мало на что похож и даже на 2022 же не россион вот этот вот тоже не похож на остальные творения люки где какая-то амбровая такая ваниль на амбровая теплая пушистая облака такое вот это и ночь в хотя там с оттенками кураги это и седьмое небо изра и мираж это и скажите мне колды бахрейн вот они все такого плана камень но он более такой там прям смолки 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 здесь ну хотя хотя но ближе к камню чем к остальным перечисленным все равно почерк парфюмера же должен быть и опять же здесь я ощущаю какие-то растительные такие вот нотки не знаю даже как объяснить ну какие-то вот зеленые ядовитые стебли создается ли у меня сейчас ассоциация с кожей змеи именно холодной но сладковатый такой вот ну как я себе представлял да нет тут вот именно почему-то помимо ягод помимо смол и деревяшек здесь вот именно горькие ядовитые зеленые стебли давайте я на себя нанесу я сегодня без аромата специально нанесу и ой здесь аж был помните у меня видео про пшики бы было и там про двойные по крайней мере дискретный чик-чик-чик а здесь именно тройной трижды три вы слышали надеюсь что микрофон уловил эти три пшика настоящие три это удобный спрей можно дозировать для меня вот здесь именно зеленуха причем я читал много отзывов на данный аромат и на русскоязычные фрагрантики и на англоязычный и про зеленуху никто не говорит мне прям вот от стебли не трава не свежескошенная не засушена а именно вот стебли роз давайте так с шипами такие вот их если нарубить в этом в измельчителе вот так вот будут пахнуть и для меня превалирует именно зеленуха никто про такое не говорил но вот я прям чувствую чё чувствую то и говорю я думаю нужно походить поносить с полчасика и вернуться аромат приятный аромат мишевый очень чувствуются компоненты дорогие вау эффекта нет но в принципе я же говорил вам как я отношусь к бренду стефану берлюка то есть это не шедевры но это очень такие функциональные очень такие ароматы рабочие скажем да если хотите вот впечатление произвести если не хотите быть похожим на других чтобы ваш аромат не путали там то есть ароматы от стефана они по большому счету вне мейнстрима какого-то ну вот у меня такое ощущение если сейчас конечно начать копаться и какой-нибудь там выдрать аромат произвольный может быть есть на него очень похожий но по большому счету какой-то у него свой почерк и при качестве компонентов при добротности именно сборки есть ощущение что да это это работа парфюмера кропотливая работа вот при всем при этом не шедевр но весьма весьма такой вот рабочая лошадка это конечно не на каждый день хотя конечно тут такие нюансы необычные он пахнет не по-люксовому абсолютно и думаю что пора его по носить на холод выйти с ним и затем вынести вердикт и так прошло полчасика походил я поносил могу сказать что аромат достойный аромат не похож на другие творения стефана унберг люка мне почему-то даже знаете почудился пихтовый бальзам аромат такой вот вот терпкий терпкий аромат зеленых стеблей древесность не тупая деревяшка ни в коем случае такая умная древесность нишевая хорошая грамотно обыгранная и что касается ягодки самое интересное я представлял его себе что он именно ягода с какой-то вот ядовитой кожей ну как все его описывают в итоге ягодка была только в старте сейчас вот если вслепую мне подсунь я ни за что бы ягоды здесь не угадал не вычленю не пахнет он не ягодами а именно такая вот древесная зеленушность терпкость не и смоленистость необычно не похож ни на что по большому то счету ну даже не знаю с чем сравнить и это здорово я люблю такие ароматы повторюсь не шедевр но он приятный он кстати и как это сказать носится хорошо шлейфе прикольный но стоит ли 22000 это это за 50 миллилитров к тому же это большой вопрос конечно и даже 15 тысяч для многих может быть он и не стоит но и парфманьяки мы же сумасшедшие у нас свои какие-то критерии выбора интуитивные в том числе я не жалею что я его приобрел я считаю что его еще предстоит поразнашивать что он еще новые грани откроет обязательно и но сейчас он такой относительно спокойный у него шлейф но опять же судя по предыдущим моим приобретениям от стефана они все практически поначалу тихи а потом откуда не возьмись вот эта мощь берется и они требуют настоя я считаю и вот это древесно-зелено стеблевая терпкость она привлекает я бы сказал что больше даже маскулины абсолютно не феминит это очень здорово потому что ну были у меня да в этом году приобретение которые прям феминит здесь вот прям еще сильнее пихтовый бальзам но почему-то уже никакой ежевики может быть вот сильно я начитался отзывов не надо читать отзывы на фраге надо свое мнение составлять и вот это не шедевральность это один конечно аспект а другой это презентация упаковка как это все красиво как это все приятно в руках держать для меня это важно вот почему еще и от леванты ой не это выпало а выпало вот выпало если отдельно посмотреть вот так вот то здесь вот надписи на коробочке выпала штучка такая чтобы не чтобы плотненько флакон сидел так что ребят я доволен лично приобретением да дорого я изначально знал что это дорого но я не один год хотел этот аромат ну можно считать что это подарок мне самому себе на новый год и просто вот брать его в руки любоваться это уже эстетическое такое вот наслаждение и носить тоже потому что ну он приятно еще что хотел отметить он не давит он не душит ну учитывая мои прежние слова что нет такого шлейфа до безумного можно догадаться что не душно вот у стефана такие все ароматы они недовящие это вот для меня в данный период времени это прям важно чтобы какой вот он он диффузный и наверное парфюмеру мастеру парфюмеру стефану ему видней было как сконструировать этот аромат потому что вот сейчас думаю если бы он сделал ягодку ежевичку с какими-то виниловыми скажем оттенками не такими вот прямолинейно кожаными да как в классических кожаных ароматов типа тосканки от тома форда а все-таки мне кажется змеиную кожу обыграть можно с помощью каких-то виниловых нюансов и вот если была просто ягодка сладенькая с оттенками винила ну пусть кожи даже не важно все равно это бы наверное перекликалась с какими-то компотными композициями ягодно-фруктовыми и сейчас вот думаю мне бы такого не хотелось и и слава богу что ягодки здесь вообще не осталось вот пихтовый терпкий древесно-зеленый бальзам это красиво и рекомендую горячок за тесту и рад безумно что наконец-то он появился моей коллекции я всех наступающим желаю вам приятных парфюмерных открытий как под новый год так и в следующем году и оцените как-нибудь данный ролик до новых скорых встреч пока